Сегодня Белгородский завод «Ритм» — лидер по производству сельхозоборудования в регионе и на хорошем счету в Центральном федеральном округе. А ведь ещё недавно предприятие было депрессивной площадкой с многомиллионными долгами. С помощью выверенной стратегической концепции развития завод удалось превратить в перспективное предприятие. Территория 98 тысяч квадратных метров. В территории завода располагаются основные производственные корпуса 10-й цех, в котором мы находимся. Первый, который только что проходили, инструментальный, четвёртый плитё плосмассовое, пятый цех подготовительный со статом металла. Возрождение началось с системного подхода к управлению производственными процессами. Затем стали осваивать новые виды продукции бытового ряда. В полном объёме заработал цех пластмасс. Системное изучение рынков сбыта и работа с дилерами вывели предприятие на ещё более высокую ступень. Мы внедрили проведение съездов дилеров. Мы внедрили обучение специалистов-дилеров в тех регионах, куда наша продукция приходит, чтобы оперативно реагировать на пожелания и замечания наших конечных потребителей, фермеров в регионах России. Техника у нас уходит в Тамбовскую область, Саратовскую область, Краснодарский край, Пензенскую область. Во многие. У нас дилеры находятся в более 30 регионах России. За два последних года завод увеличил объёмы производства в 2,5 раза. Основной доход даёт сельхозтехника. Уборочные машины и комбайны. Среди них и такие, которым аналогов в России не существует. Есть у завода ритмы и уникальные разработки. Например, вот эта 16-24-рядная сейлка. Её выпускают только здесь. В ближайших планах у завода занять четверть российского рынка сельхозтехники. Взят курс на обновление производственного оборудования. В арсенале завода уже есть танки с программным управлением и современный лазерный. О перспективах развития продолжили говорить на совещании. Евгений Савченко подчеркнул важность взаимодействия конструкторского бюро с потенциальными заказчиками-аграриями. Особенно в наиболее перспективных инновационных технологиях, например, связанных с биологизацией земледелия. Начинайте работать с вашими будущими потребителями, какая им система машин потребуется под их технологии уже в 20-е годы, 30-е годы. И всю конструкторскую мысль направляйте туда. У вас в конструкторском подразделении должны быть присутствовать на правах советников агрономы с агрономическим образованием. Практики, которые должны вам заказывать, по сути дела, они видят уже тенденции все в земледелии. Предложения главы региона касались также перспектив сотрудничества со среднеспециальными учебными заведениями, тем же политехническим колледжем. Только определяя учебную базу и критерии подготовки, можно получить в будущем высококвалифицированные кадры. Александра Прозорова, Валерий Ларьков, Новости Мира Белогорья.